Друзья и товарищи, дамы и господа, продолжаем наш уникальный массаж с ШВЗ, то есть шейно-воротниковой зоны. Сет номер два. Встаем в позу в кипродаче и до этого мы растирали полностью обе стороны. Сейчас переходим только на одну сторону. Для чего эта поза нужна? Потому что нам удобно будет перекидывать весь тело, меняя свой корпус к тому положению, к тому месту локальному, с которым мы работаем. А по факту мы должны смотреть, чтобы наша точка равновесия, точка дантянь, была спроецирована на середину той зоны, которую мы обрабатываем. Работаем здесь, значит сюда спроецировано. Работаем здесь, значит сюда спроецировано. И так же касается и спины, и ягодицы, ног. В данном случае мы рассматриваем шею. Значит смотрите, перетянули ногу и от черепа мышцы растираем до соединения криминального отростка с ключицей. А можем и дальше до плеча даже дойти. Вот растираем не как обычно, таким движением, да, а инверсировали руки, ладонь в обратную сторону и трем нашими перепонками. Слышите? Трение это шероховатое вот это вот звучание, которое передает тепло. Чтобы усилить трение, мы можем задать движение от ноги. Как я вам говорил, как в восточной криминоборствах удар идет от бедра, от пятки даже, через плечо, в локоть и в руку. Тут нужно потренироваться. Тут у нас такая ягодичная игра. То есть нам надо ягодицами потрясти как можно сильнее. В данном случае мы трясем противоположной ягодицей, если работаем справа, да, трясем левой ногой и левой ягодицей. Заодно, почему это нужно и почему это полезно? Во-первых, импульс сильнее передается для клиента, да. А для нас, как специалистов, это полезно тем, что мы свои собственные грушевидные мышцы расслабляем. Мы убираем свои собственные спазмы седалищего нерва. То есть она растрясается, эта мышца. Я не знаю, будет ли вам там вид или нет, но вот одна нога больше трясется, другая. Потренируйтесь, тряски ягодицами, жопа-тряски такой. Я даже танец такой, как называется, квирк, по-моему, да, или квирк. Там женщины трясут. Ламбада. Да, там женщины трясут, а тут вот мы специалисты. Вот смотрите, еще раз, от ноги. Вот он трясется. Движение получается гораздо быстрее и энергичнее. Чувствуешь тепло, да? Далее продолжаем с этой мышцей. Растягиваем ее. Вот она, да, трапециевидная. Вверх-вниз, вверх-вниз. Как я со змейкой показывала, помните, вот так вот ее. Растянули в том же направлении, от центра к периферии. Можно по одной руке вниз растянули. Покажите камеру с этой стороны. А, или я, давайте я на другой стороне больше покажу. В другую сторону. И растянули ее продольно, вдоль. Теперь с этой стороны. Другой ногой, другая игогица работает. От быстрого движения у меня, конечно, сбивается дыхание. Вот, эту мышцу захватили, растянули. Захватили, растянули вверх-вниз. Растянули одной пальцем вверх, другим вниз. Теперь наоборот. Этим вниз, этим вверх. Растянули ее продольно, мягко, медленно. Растянули обе продольно. Поставили опять пальцы вот в эту точку, где ямочка там такая есть. Ость лопатки закругляется, да. Вот, там мышца крепится, она заканчивается. И прием называется ипалеты. Лапу леопарда сделали, да. Ну, практически куриная лапка, то, что мы делали, да. В куриной лапке у нас расходятся все пальцы друг от друга. И здесь тоже мы оттягиваем мясо мышц дельтовидных, да, от аккремиального отростка. И вокруг проходимся, вокруг лопатки. Смотрите, как это делается. Пальцы установлены. Вот, фактически мы человеку нарисовали ипалеты. Как можно ниже начинаем. Раз. Видите, прием называется ипалеты. И захватили трапетитные мышцы на себя. Натянули их на себя. На себя. Тут же кулачки у нас остались на этом месте, да, где и остановились. Для продолжения. Но это уже будет в следующем сете. Сет номер три. ШВЗ смотрите в следующем видеоролике. До новых встреч, друзья.